поздравляю вас с началом конца учебного года мы меня поняли да так что будьте бдительны вообще сигналов много найти вот оттуда на землю приходит самых разных катаклизмах поэтому более неволе приходится обращаться к священному писанию до чтобы лишний раз напомнить что человек в общем-то настолько уязвим настолько беспомощен во всем страх парализует в одно мгновение вот просто в одном мгновении я два не 24 месяца не ездил метро из дома выходил ездил но не в метро вот сейчас вошел метро я людей не увидел вот в евангелии от фомы иисус говорит я пришел на эту землю нашел всех их пьяными ни одного человека с которому можно поздороваться и какое-то слово нормальное сказать либо все молитвенно уткнулись в телефон а те кто не уткнулся они посидят посидят потом это самое вынимают поковыряются как в носу что-то вынут и опять успокаиваются вот как нашу в компьютере поковыряются и все то есть что-то мед твоя вот те кто на автомобилях привык ездить разочек в метро ну посмотрите посмотрите на людей не потому что они плохие нехорошие они никакие вообще это ужасно поэтому хотелось бы вот глядя на вас все-таки встречать и там подобных вам людей потому что вы живые люди просто живые люди живых людей сейчас как мало осталось все какие-то ходячие зомби на всех уровнях включите телевизор любая политическая передача там еще какая-то искать все усреднено до примитива до полного примитива так что вот я сегодня оказался в оазисе живых людей наконец-то да и тема у нас актуальная это мое ну слово любимое здесь не подходит а самое главное и важное евангелие священного писания от евангелия ты она это единственное новозаветное евангелие евангелие нового завета марк лука матвей это ветхий завет простите но он ветхий там ничего нового нет опять призыву будьте хорошими замечательными молитесь трудитесь стучитесь это самое вам воздастся и дастся а как молиться как стучаться что воздастся а вот евангелие от она это то самое евангелие который написал человек прошедший путь путь спасителя осененный духом изначально но изначально осененный духом пока не сделано все ничего из себя не представляет надо пройти этот путь после духовного рождения что родился ты в духе дальше что дальше это прет из всех щелей и вот только лови я по себе знаю я просто вам рассказываю свой опыт я ничего придуманного не говорю вот зачем надо следить когда я кругом я я могу я знаю я думаю я вижу это не знает что я должно перестать существовать я как некий центр но эгоистическая и я духовная ну как нечто я с большой буква но как центр связующий просто обязана быть но яга будет пытаться восстановить всегда свои права обязательно измотает измучает в отчаяться даже можете сказать все а духовная работа все это ерунда многие ну срываются я это вижу я это знаю но слава богу что и многие из них поднимаются идут дальше мы не из них из вас наверно и от вас ведь это знаю еще одно евангелие евангелие которое не вошло в канонический текст нового завета это евангелие от фомы это тоже новозаветное евангелие но сама просто добросовестно изложил и передал нам те речения христа которые абсолютно были непонятны тем людям которые составляли этот канон новозаветной там речение спасителя абсолютно непонятно в логику в человеческую не укладывается что такого иисус сказать не мог ну руководители священства так порешили а это удивительно евангелие вот два евангелие которые я ну чту как программное это евангелие от иоанна и евангелие от фомы без них вообще путь сознательной духовной эволюции вот во всей его полноте вряд ли бы мог состояться на мой взгляд евангелисты он это можно сказать апостол первого призыва так же как вот в космос когда летали был первый отряд космонавт 12 человек первый призыв из них там половин топ полетели но это были апостолы космоса первого призыва там здоровье нужно было иметь отменный небольшой рост и вес с головой но неважно научат за что-то дергать когда будет плохо я сейчас свободное время от обязательных дел начал который раз космос что делать вот все что происходило первый полет подготовка полетом вообще ракета космодром многие вещи для меня они были известны но на том уровне на котором я тогда способен это был воспринимать вот я третий раз наверно возвращаюсь космической тематике сейчас я читаю одну замечательную совершенно уникальную книгу уникальную книга который вам не рекомендую не рекомендую почему потому что я никому теперь ничего рекомендовать не могу это может быть для меня вкусно исключительно но для вас как какой-то чёрт ну ладно я скажу и завозить да я прочитал то что как-то одному человеку порекомендовал кое-что прочитать вот и дал даже книгу а там слипшиеся листочки были понятно если ты читаешь ты их как-то разделить должен но они так и не разделены вода я прочитал но я понимаю что ну надо вот если вам что-то даешь я не буду давать склеить листочки посмотреть вот вы их там открывали или не очень видите какие хитрости приходится применять вот ну ладно не в этом дело так что это был апостол первого призыва который первый стал ходить с иисусом одеть буквально по пятам и слушать внимать его словно какой же он был эгоистичный парень тостырный был вы его историю знаете нет я не буду историю целиком рассказывать но очень боевой был правильный эгоист хороший парень не обременен ветхим заветом ему новое вино подавай молодое и существо выбирал правильный друзей своих ближайших чтобы они не были прагматиками ветхозаветными чтобы были но атеистами на тот момент у меня поняли чтобы их ничто не удовлетворяло из прошлого не языческая не церковная а вас удовлетворяет кое-что или удовлетворяло прежде чем мы на путь это нет тоже были атеистами да но своеобразными восток понюхали запад понюхали психологию астрологию еще чего-то ну и что нанюхались ну ладно прежде чем делом заняться так вот апостол иоанн единственная из коготта первых апостолов который умер своей смертью даже в до глубокой старости до глубокой старости а потому его свидетельство свидетельство очевидца о земной жизни спасителя в его откровениях заслуживают нашего самого пристального внимания он единственный из лично общавшихся со спасителем то во времени вот в жизни своей был способен сердечно осмыслить и проверить на практике действенность учения христа если единственный первый духовный делатель христианский вы понимаете это космос духовный он его открыл спаситель с неба как бы хотя сын человеческий понятно да так что на мой взгляд евангелие от она по своей глубинной ценности стоит выше остальных новозаветных текстов но на голову я обсказал еще и она работал над своим евангелем когда увидели свет возможно в чем-то скороспелые эти синаптические тексты евангелий матфей марка лука не быстро как-то оформили и выдали и он имел с ними познакомиться и не все оттуда он взял свои откровения даже можно сказать мало что в той интерпретации в тех выражениях которые были синаптических евангелий понимать он практик он прошел путь и он имел право говорить уже не как свидетель жизни христа не как очевидец там того что он делал не как магнитофон который записывал речение спасителя уже как практически делаете вот это очень важно вещать с кровель там с трибун о том что кто-то написал бы выдавать это за истину не проверив это на себе не знаю я не понимаю уже даже как это теперь назвать так вот евангелие от она это не только описание значимых событий жизни иисуса христа не только попытка дословного воспроизведения его речения но и отражение вызревших во времени духовных или если хотите теологических взглядов самого иоанна то есть ближайшего ученика и последователь иисуса это пожалуй не менее ценно чем все остальное проходя вот я сейчас процитирую немного проходя по берегу у моря галилейского он иисус увидел двух братьев симона называемого петром андрея брата его закидывающих сеть в море ибо они были рыболовы и говорит им идите за мною и я сделаю вас ловцами людей и они тотчас оставили сети последовали за ним и пройдя оттуда дальше увидел он других двух братьев якобы заведеева иоанна брата его в лодке заведеем отцом их чинищик сеть свои призвал их они же тотчас оставили лодку и отца своего и последовали за ним вот так евангелист матфей описывает призвание иисусом иоанна заведеева на апостольское служение с работы взял и пойдемте хватит яс и он был молод но молодые за редким исключением честолюбивый на амбиции у молодых обычно зашкаливает но он был искренен он был сердцем пламенем сердце его горело ждало ждало реализации духовной он был духовно одаренным человеком импульсивен порой там по его энергии текстом видно как он в крайности бросался импульсивный был молодой человек если дело казалось отношение окружающих к учителю тут он был непримирим грудью стоял за иисуса готов был но в голову снести понимаете да иисус его постоянно постоянно осаживал так он и брат его яков готовы были не звезти огонь небесный огонь небес не они немного не меньше не больше не меньше как огонь небесный готовы не завести на самарянское усиление которое отказалось принять иисуса отказались самаряне принять иисуса так он так разгневался и брат его тут весь все силы небесные хотели на землю свести однако иисус их тотчас умерил их пыл другой ситуации она рассказал учителю рассказал им что они апостолы его ближайшие ученики препятствовали человеку который изгонял бесов именем иисусова потому что этот человек не следует вместе с ними ли за ними там он именем иисуса где-то там они вы таскать общине ясно то есть воспринял где-то и там уже от имени иисуса бесов изгоняют иисус ответил ему не препятствовать этому человеку не может человек сотворить именем моим и вскоре сказать на меня злое то есть если уж человек принял это то он не может быть сказал иисус предателю но на тот момент от было актуально для того чтобы мерить пыл этих молодых людей он сказал им правильная вещь а то бы они половину всех остальных разогнали кто за иисусом бы не пошел они бы их почвали этими сказками как многим казалось о жизни вечной найти и за импульсивный характер иисус нарек братьев заведеевых сынами громовыми действительно громоверщицами еще один характерный эпизод на пути в иерусалим братья просят иисуса выделить им за особые заслуги почетные места в царстве они еще не знали что царство то это все таки на небе они на земле вот идет иисус ворусалим сейчас станет царем иудейским и имбак какие-то места приличные в правительстве в управе там я не знаю хоть департамент серьезный поручить найти тоже вроде в иерусалим и тут царство тут все вот тут тут рядом первыми над побыстрее все-таки они же более достойные иисус ответил гордецам кто хочет стать великим между вами пусть будет вам слугой и кто хочет между вами быть первым пусть всем будет рабом умеете эгоистической пыл успокойтесь тогда станете на свое место каждый без прошения не у господа или у кого-то и он был непосредственным свидетелем многих чудес и исцелений которые совершил иисус он видел это он был одним из свидетелей преображение учителя на фаворской горе он был участником тайной вечерей присутствовал при аресте иисуса в гефсиманском саду стоял у ног распятого иисуса на голгофе он одним из первых узнал о воскресении учителя первым из учеников подошел к его гробу чтобы убедиться что он пуст и трижды он был свидетелем явления воскресшего христа своим ученикам известно что после вознесения иисус на небеса я преподавал дар духа святого если можно так сказать преподавал до дух святого крещеным самарянам и апостол павел своем послании галатам причисляет иоанна вместе с яковом двоюдным братом господа и петром к столпам иерусалимской церкви это павел даже признал 13 апостол с начала 50-х годов новая эра упоминания об апостоле иоанне в известных христианских источников отсутствует их нет из деяния апостолов которые были написаны евангелистом лукою где-то в 70-е 90-е годы вот нового стали новой эры можно сделать косвенный вывод о влиятельном положении занимаемым иоанном предположительно в эфесской церкви вот место эфес город такой там по всей видимости он был во главе церкви в 90-е годы апостола предстает великим статцем эфесским предстает уже автором 4 евангелия и трех посланий которые включены в список нового завета умер иоанн в эфесе во время царства императора трояна но троян там царство с 98 по 117 год вот когда умер апостола вот в этот период точно дат смерть его неизвестно согласно широко распространенной церковной традиции считается что апостол он является также автором входящим в список нового завета апокалипсиса или откровения она богослова дорогая страшная вещь помните или нет там ничего не понятно все ужасно кто-то спускается кто-то скачет там страшное животное помните да нравилось вам этот текст как-то не очень да как-то он мало трогал не знаю так вот как показал сравнительный текстологический анализ евангелия от иоанна и откровения иоанна богослова представленных текстов имеются многочисленные различия в силе в логике в словарном составе то есть не мог быть и она автором апокалипсис нему но это однозначно невозможно так строить свою речь до чтобы предыдущие написанные тобою не не несло в новый текст каких-то следов но не бывает так а здесь их нет просто нет а теперь обратимся непосредственно четвертому евангелию великому творению апостола иоанна духом написанному и попробуем прочитать его оком духовным улавливая истинную сущность сказанного евангелистом уже в свете наших с вами сегодняшних представлений обучение спасителя его земной миссии ну непосредственно переходим к тексту 4 евангелия вначале было слово и слово было с богом и слова было бог она была в начале с богом все через него возникло и без него ничто не возникло что возникло в нем была жизнь и жизнь была свет людям и свет во светит и тьма его не объяла от эти ну вначале было слово сегодня любой болтун и с какой писательской среды журналисты горит вот я слова вот в евангелии даже от иоанна начинается так вначале я болтаю и буду болтать потому что мне велено по евангели это делать то что вначале она была но слова вы текста знаете перевод логос вначале тест была идея всего идея не болтовня и потом уже раскрывается динамический процесс это идеи вот эта жизнь люди появление человека понимаете это динамика бог это динамический процесс это не кто-то что-то отдельно задумавший вот эту нашу с вами жить это нечто устроенное по определенным правилам и законам вот мы должны жить по этим правилам и законам но вы нам дана свобода воли мы живем ну как получается понятно то есть идея в начале была игра вот запустить эту игру дать возможность наиграться шишек набить синяков я не знаю погибнуть не один раз смерти то не любая божественная искра то что мы несем в себе до индивидуальное божественное присутствие смерти не имеет не ведает другое дело в беспамятстве раз за разом приходить на землю ради того что все-таки потом объединиться со всеобщим божественным стать участником сознательно этой глобальной игры это другой вопрос и вы всегда счастливы если вас спросить ну вы верите в бессмертии души да а вы знаете что это на самом деле так не не знаете ведь хотя верите ну лестно в это верить а то вдруг умру быть мы всегда делаем для себя исключение в обыденной жизни вы заметили или нет но другие умирает ты как-то так вот ну ладно ладно вдруг меня это не коснется наивно полагаю что ну наивно полагая по-человечески но на самом деле то душа она ощущает вернее дает знать себе что в общем то вот и смерть особо не верь и у нас такая двойственность а как это открыть что нет смерти вот момент духовного рождения когда душа выходит на первый план тогда понимаешь боже мой ты всегда был есть и будешь они куда-то деться не можешь но для этого надо с ней объединиться ну хотя бы на время тоже после духовного рождения возможно глубокое падение опять в эгоистическую жизнь вы понимаете но вот момент объединения становится ясно да во мне бессмертное начало и смерть станет у то есть это факт который вы личным опытом для себя уже не психологически не психотерапией занимаешься для себя выясняете так что здесь вот в том что в начале было слово и слово было с богом и слова было бог и он очень точно емко без лишних слов определяет бога как процесс не как дедушку с бородой настоящим над творением а непосредственно участника во всех процессов куда не плють бог везде но эгоистические наш с вами и вообще отыскать момент свобода воли они обязаны присутствовать как же в игре то а то роботами все будут бестолковыми огранку должна душа проходить вообще интересный безумно процесс человеческой жизнь когда понимаешь вот с какой целью он вообще состоялся процесс а так ну вот вы живете живете ну и что когда молодой все впереди у вас да потом где-то с оглядкой немножечко счета упустил да уж когда болезни начинают одолевать и где-то финиш маячит то а для чего жил то ради чего и для чего дети выросли внуки но в этом тычут сидят ты кому нужен да никому кроме господа бога ты не нужен оказывается конечном счете ну так получается мы все надеемся на что-то приветит из мира людей но приветят на какое-то время пока ты нужен ведь каждый эгоист он если и кого-то любит то все но это использование определенная до своих эгоистических цели как не знать что не надо любить иначе бы рода то человеческого не буду бить все-таки надо потому что мы должны пройти через стадии любви обязательно это необходимо потому что любовь заложена в основе вообще мироздания сам себя от рождения это не что ну даже вот зарождение новой жизни это некий фейерверк который может быть в один момент он перестает им быть но тем не менее это некий взрыв взрыв любви истинной настоящей который личности не имеет она вот просто как природный процесс потом раз и все заметили мне об этом сейчас речь о динамическом процессе что бог вот тот самый едино или бог отец если хотите он вездесущ всемогущ эта идея это и силы которые эту идею реализует и это то что таскать в результате реализации идеи состоялась так мед мы с понятно во всем есть присутствие господа во все а без идеи бог не может проявить себя вовне не может раскрыться в этом явлении динамическом который мы жизнь называю до или эволюция духовная но это еще не все необходим свет необходим свет как сказано вот в евангелие то на который во тьме светит чтобы жизнь протекала в соответствии с замыслом господа вот этот свет от правильное духовное просвещение правильное понимание того по каким законам существует и живет ну в частности земное человечество должно жить должно существовать вот эти четыре великих закона которых мы говорим до четыре закона эволюции духовный 1 какой ну говорите вот я же забываю а чего вот свобода воли это вообще я первым так что это для того и свобода воли ну да правильно да и должно сказать свобода воли а потом кармический закон который корректирует твою свободу воли вообще корректирует все процессы которые но неким образом не укладываются в замысел господа потом закон реинкарнации или повторных рождений что смерти нет как таковое через множество форм разных личностей все-таки мы должны прийти к некому единству в конце концов в себе внутреннему единству правильно вот и четвертый закон который плохо понимаем умными людьми это закон напряжение или напряженности в агульсионном поле не должно быть спокойной с этой жизни должны быть катаклизмы как вашей личной жизни так и в жизни человечества то что любой катаклизм позволяет душе произвести огранку и сделать правильные выводы поскольку всеобщее нарушение законов духовной эволюции но это норма вроде как и в человечестве пытаются подправить это но некими косметическими способами над пустой занятие но в этом убеждаемся раз за разом ну можно подправить до сдерживать как-то что-то но в конечном счете правильная духовная реализация всегда индивидуальный процесс ваш личный индивидуальный процесс это ваша индивидуальная духовная работа понятно коллективной духовной реализации быть не может если вы создаете коллективное его духовное то вот те атомизированные маленькие га которые под сенью этого эгрегора будут существовать они всегда будут нести в себя геористический отпечаток мы его то остальные никто понятно и так что свет о котором говорит и он этот творящая и просвещающую силу который человек должен открыть открыть в своем сердце чтобы тьма его не объяла вот это вступление до явился человек посланный от бога имя ему иоанн ну иоанн креститель я думаю вы не путайте что и она не о себе говорит здесь он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете свет с большой буквы имеется ввиду а спасители чтобы все уверовали через него не был он сам свет но пришел чтобы свидетельствовать о свете найти иоанн притеча или он креститель это действительно ветхозаветный пророк совершеннейший образ старого ветхозаветного мира послание с бога который пришел на землю говорит я итог ветхого завета чего от меня хотите все что можно я выдал я злой я непримиримой такой секвой эгоистичный но вот тот максимум который мог выдать я выдал понимаете вот сегодня нас церковь к этому и призывает выдать тот же максимум который разрушить пришел спаситель понимаете но хотел чтобы в теме были сегодня тонко сид видите сколько таких которые действительно должны снять полену с наших очей и и служить руководством нашему сегодняшнему практическому действию так вот иоанн креститель готов передавать духовную эстафету в руки иисуса сына человеческого одновременно сына божьего в образе которого свет на земле вот тот самый свет о котором говорил иоанн иоанн евангелист должен открыть земному человечеству принципиально новые доселе невиданные эволюционные возможности все новое принципиально нехорошее поведение неправедность а действительно продукт духовной эволюции должен состояться вот ради чего пришло на землю человечество чтобы этот продукт был или стал реальностью это духовная революция то есть иисус был первым духовным революционером которую ну я не не знаю слов никаких не нужно это бесполезно говорить о его значение врач он пришел на я был восток да там все замечательно но восток это то что в общем то в конечном счете не конечному результату приводила приводила к методу постоянно действующим методом который как-то худо бедно тебя но можешь сказать выделяли из общего числа рутинного но в основном это психотерапевтические вещи взращивание эгоизма любая привязка к методу это взращивание эгоизма медитативное психологический метод молитвенной это не жизнь духовная понятно о чем речь это сложно как бы почувствовать что это на самом деле так ведь на же приучили молитесь поститесь медитируете у вас будет все в порядке но вот я всю жизнь буду это делать вот чего я сейчас буду медитируйте или мани зачем я ему все представить что я сяду и будущий альга и господи я тебя люблю господь как не вот без тебя не хватает на ну а он меня говорит но я же те пришел дорогой я немножко утрирую чего-то все надоедаешь то мне со своими глупости сколько можно значит у меня не чувствуешь все иди гуляй а ты опять все начинаешь сначала то есть это очень тонкая деликатная творческая работа штучная работа духовной реализации понимаете можно конечно далеко зайти ну не совсем туда но потом ты видишь стена уперся отходишь назад смотришь что было раньше корректировку вносишь она бы все по простому вот кто меня поведет я за ним пойду куда вас могут привести я не знаю я счастливый человек я не за кем не шел я даже не знаю что это такое за кем-то идти я просто решил открыть то что предлагалось открыть вот ту самую силу которую творит и вершит эволюции об этом чадоев замечательно сказал надо бы на открыть ту самую силу который поведет вас в нужном направлении понял что это силой открыть не мешает единственной болтовня беспрестанной ума и мои самые эти невротические эмоциональные всплески вот и все вот это мне мешает эмоций вот выше головы было и работа ума и вот сейчас вот главная рекомендация не молитва не медитация сейчас понимаю эмоциональная ровность и поменьше болтовни в уме вот основной метод тогда идет поток идет работой вы просто живете в новом качестве других методов нету это результат так что начинаем с результата молчанию ма наивысшие молитвы все истинные праведники говорили да ну и соответственно эмоциональный покой так вот начинайте с того к чему должны прийти следите внимательно за тем когда вы выходите из этих состояний больше ничего не нужно если уж есть молитва так это на все твоя воля как факт как ощущение что действительно все его воля то есть отсечение собственной воли сразу не получается но вы знаете хоть что вы врете что вы говорите на все его воля по ковру но в конечном счете все таки должна быть его воля воля так который вы абсолютно свободны вам кажется вы свободна в поле своей к более эгоистичной ну давайте пусть кажется кармический закон вас бьет за это за ваша самонадеянность в том что вы свободны творить или вершить бог знает что с приходом на землю спасителя земному человечеству открылись принципе цель принципиально новые доселе невиданной эволюционные возможности до него о том что есть некая сила которая способна сделать вас подобным господу никто не говорил никто и хорошо что он никаких документов не оставил на эту тему не писал сам и это замечательно то что если бы он что-то взял и написал сам то это стало такой догмой мертвый что нервом творческом поиске даже таскать ну приверженца мучения спасителя евангельского речи быть уже не могло церковь бы настолько это задогматизировала настолько бы выкинула от да нас и выкинула бы все оттуда живое что все а там же есть живое по умолчанию она выкидывает это не говорит мягкого не акцентирует внимание на главном на самом главном даже хорошо что он ничего не написал я сейчас понимаю это вообще чудо и он понимал 6 он черт напишет то это на всю оставшуюся жизнь окаменеет как моисей написала на камнях и все заповеди своей да так же открываете творческие сами индивидуально как следует шишек набиваете полезно в меру был свет истинный который просвещает каждого человека приходящего в мир в мире он был и мир через него возник и мира его не познал к своим пришел и свои его не приняли хоть бы не очень понятно да хотя на самом деле все достаточно прозрачно говорит иоанн креститель это его речения светом истинным равным господом богу и он называет иисуса пришедшего в мир и возвестившего людям заповеди нового завета путь света он возвестил миру путь спасения на все грядущие времена однако мир то есть люди вот те люди которые просто люди живут как живут мир отнесся к его слову не должным образом и фактически в своих деяниях его отверг а тот народ которому был послан свыше спасители должен был бы первым распознать миссию поскольку он ждал ожидал его но оказалось что этот народ отдал его на заклание князю мира сего вот и все они вполне утвердились ветхозаветных ветхозаветные своей корысти черствости вот и все всем же кто принял его он дал власть стать детьми божьими верующими во имя его которую не от крови и не от тени и плоти и не от хотения можно от бога были рождены и слова стала плотью и обитала среди нас и мы увидели слава его славу как единородного от отца полного благодати и истины вот здесь евангелист и он уже говорит о тех немногих немногих опять таки кто принял спасителя кто получил духовное крещение кто стал воистине братьями во христе то есть сын человеческий действительно воплотился воплотился так сказать на земле и мы способны стать родными ему через посредство того самого духа который в нас каждом присутствует который надо открыть и действительно с ним объединиться и только благодаря сыну благодаря вот пришествию на землю спасителя да у всех искренне стремящихся обрести истину такие есть безусловно да появилась реальная возможность познакомиться с отцом через сына то есть со всеобщим господом стать в общем-то единым со всем творением вот мы сейчас с вами об этом мы говорим что сам все путь сознательной духовной эволюции он включает себя два очень важных революционных события это во первых открытие через посредство духа который в молчании ума и в эмоциональном покое дает возможность открыть нашу истинную сущность то есть божественное присутствие в нас и потом в конечном счете как во вторым этапом вот это божественная индивидуальная сущность объединяется со всей совсем божественным с этим миром то есть вливается в океан всеобщего божественно вот это два момента который в процессе духовной эволюции должны состояться вы все достаточно просто это не теория это то что вы способны проверить на практике следуя вот тем рекомендациям которые дают нам и дали нам те кто на самом деле прошел от путь те немногие кто его прошел и всегда будет немного относительно общего числа особей человеческих и он свидетельствует о нем и провозглашает это был тот о ком я сказал идущий за мною впереди меня стал потому что прежде меня был ибо из полноты его мы все приняли и благодать на благодать потому что закон был дан через моисея благодать и истина и верящий иисус христа бога никто не видел никогда единородный бог сущий в лоне отца он его открыл так вот вроде бы не очень понятно да или очень непонятно а для меня ведь евангелие от она был первым евангелем которым я вообще познакомился когда я с ним познакомился было маленькая книжка вам даже протестантская такая красненькая небольшая книжка я прочитал евангелие от он первым из евангелий новозаветных я понял что там какая-то отторжение не было много непонятно но практически все вроде бы непонятного там какая-то тайна вот просто так как книжечка мне не попалось бы я уже понимал с некоторых пор что все то что мне попадается но не случайно попадается это попалось то попалась к человек попал сквозь слова сказал вот и до времени я отложил эту книжечку потом год через два через три я стал находить подтверждение следуя по пути сознательной эволюции истинности того что я когда-то прочитал я его снова перечитал там уже на каждой страничке и отметочки делал это уже остановилась моим от мои открытия уже были открытие евангелия обо не состоявшиеся вот это важно она читает ну читайте так вот и он предтеч который крестил иисуса в водах реки аддана указал на него во время крещения как на ожидаемого миссию и тем самым креститель фактически объявил о конце ветхозаветных времен ты же конце времен законника моисея открывая новые времена как сказал евангелистиан времена благодати и истины и которые явлены людям были через иисуса христа вот истина и благодать только пришло перешли через него что все остальное до него можно в двух словах объединить даже трех веди себя хорошо и тебе там воздастся а чтобы открыть что-то в себе получить подтверждение этого никто не давал пути не было и вот свидетельство иоанна опять иоанна крестителя когда послали к нему иудеи зарусалима священников и левитов спросить его ты кто и он исповедовал и не отрекся и исповедовал он сказал я не христос и спросили его что же ты ты илья и говорит нет я не илья ты пророк и ответил нет сказали тогда ему кто ты чтобы дать ответ пославшим нас что говоришь ты о самом себе он сказал я голос вопиющего в пустыне выпрямьте дорогу господу как сказал исайи пророк так вот иоанн креститель естественно возбуждал интересу религиозной верхушки иерусалима и религиозная верхушка иерусалимская послала к нему посольство вот и попыталась получить у него ответ на вопрос кто он может он как раз и есть тот самый давно ожидаемый миссии он не стал имениновать себя воплощением или пророка он отверг все притязания на пророчество он назвал себя глазом вопиющего в пустыне то есть человеческой пустыне он говорит он кричит но никто его не служит человеческой пустыне где люди озабочены чем угодно только не покаянием своем отпадение от господа в своем нерадении к делу божьему вот и все каждый занят своими делом много всяких сейчас дел заметили полно дел все озабочены этими делами и он только заявил что он призван напомнить людям о том что дорогу господу не может быть кривой ее надо выпрямить это главное вот пришел спаситель чтобы выпрямить эта дорога чтобы дать ясный путь чем же все-таки людям надо заниматься ради чего нельзя всех здесь на земле появились иерусалимским послам считавших себя воплощением святой искренности по отношению к богу ответы она явно пришелся не по вкусу как это так выпрямить что они там криво ходят что ли а посланные были из фарисеев и спросили его и сказали ему что же ты крестишь если ты не христос и не илья и не пророк ответила мы он говоря я кричу водою а посреди вас стоит тот кого вы не знаете идущий за мною который впереди меня стал которым я не достоин развязать ремень обуви его это произошло в вифании по ту сторону и адана где иван крестил так вот один из посланных фарисеев спросила она вообще по какому праву он крестит я кто ему дал такое право крестить не будучи христом ну или по крайней мере ильё или пророком посланным свыше на что он ответил и что крещению водою лечение водой это лишь символ покаяния что это символическое крещение настоящее крещение духом святым будет впереди когда придет или воплотиться бедные когда явится мир уже воплотившийся миссии воплотившийся спаситель вот тогда начнется настоящее крещение крещение духом святым божиим то есть спаситель открыл еще эру эру дух сознательной духовной эволюции рук решение духом всего приходом на землю вот тот поток мощный божественной силы или эволюционной энергии он начал усиливать свою напряженность во всех точках земной атмосферы везде вот вы временами чувствуете очень мощную напряженность атмосферную напряженность к вам даже мутанно становится там кости начинают трещать ты понимаешь что добавляет господь это самое энергии добавляют потом и немножко адаптировались ничего назад не идет только добавляется то есть ближе к финалу или ближе ну каким-то грандиозным эволюционным преобразованием напряженность эволюционной энергии или божественной силы или дух святого божьего растет растет очевидно растет от этого нельзя не спрятаться не убежать бесполезно и вот сегодняшняя ситуация сегодня что с этим самым корви 19 говорит что стихийный процесс сам по себе ведь никто не отменял дарвиновскую эволюцию по естественному отбору никто не отменял ее отменить невозможно и коль положено то что накопилось на тонком плане деструктивно материализуется пожалуйста в форме вот этих не бактерия самых примитивных вирусных существ а то что происходит сейчас вот в сети управления вот это компьютерная структура там тоже есть вирусы которые могут вообще осадить все эти системы то есть вы и по здоровью и по всей организации можете остаться вообще на нуле то есть насколько человечество уязвимо но просто никто в один момент компьютерный вирус все свалит все управление рухнет но еще будете делать вот я шутил помните на насчет масок то этих сама на модники одели теперь счетчик на кислород будет следующий поставлен уже привыкли ты с счетчиком сколько дышите понятно или нет я вроде как шутил но первая стадия прошла уже счетчики на н готовит ну в конструкторских бюрою это на дышите лишнего и все платить надо атмосфера то она вот видите какой становится ладно вообще все интересно чем дальше в лес тем больше интереса пока ты знаешь понимаешь тогда интересно когда не знаешь и не понимаешь тогда либо все равно либо страшно так что вы не пугайтесь все безумно интересно еще сама задумка 20 ну что-то фантастическое на другой день видит он иисуса идущего к нему и говорит вот агнец божий который берет грех мира это тот о ком я сказал за мной идет муж который впереди меня стал потому что прежде меня был и я не знал его но для того пришел я крестить водой чтобы он был явлен народу и за свидетельство он говоря я увидел дух сходящего как голубь с неба и он прибыл на нем и я не знал его но пославший меня крестить водой тот мне сказал на ком увидишь духа сходящего и пребывающего на нем он и есть крестящий духом святым и я увидел из-за свидетельства что он есть на самом деле сын божий над на другой день вот после посещения иоанна на крестителя иерусалимскими посланниками и он за свидетельство во время крещения водного явления иисуса христа то есть агнеца божьего будущих жертву который озарен сиянием духа вот момент крещения водного как раз взору иоанна креститель это сошествие духа явилась он увидел насколько изменился тот человек который пришел к нему креститься после того как состоялся такт крещения и земная судьба спасителя как некой жертвы как агнеца божьего который явился на заклана и на заклане и до его земная судьба стала я сказал символическим или метафизическим средоточием общечеловеческой греховности вот сколько люди натворили в своей греховной жизни явился абсолютно невинный человек которого эти же люди в греховность свои погрешие осудили на смерть как грешного уж куда дальше дальше некуда это нет и метафизический акт насколько слепо бездушно и обезбожен на человечество это кульминационный момент всемирной истории не случайно до новой эры и новая работ разделение все-таки даже произошло заметили в лето исчислений это кульминационный момент всемирной истории от момент истины это поворотный момент или пыли поворотный пункт правильнее сказать от неслыханной греховности неслыханной зашкаливающий запредельно до к сознательному постижению истины к сознательному постижения господа вот с этого момента стало возможным сознательное постижение господа как в индивидуальном порядке так и всеобщим то есть по сути это поворотный пункт к сознательному ускорению эволюционного процесса то есть это открылась и раз сознательной духовной эволюции нашего с вами участие творческого в духовном процессе по замыслу господа мы теперь индивидуально должны способствовать своему собственному спасению соответственно финального результата шпить помощи другим спасая себя вот и все все очень логично даже с точки зрения здравого смысла на другой день снова стоял иоанн из учеников его двое и взглянув на проходящего иисуса он говорит вот агнец божий и услышали оба ученики его слова и последовали за иисусом обеднувшись и увидев что они идут следом иисус говорит им что вы ищете они сказали им учитель где ты прибываешь говорит он им идите увидите и пошли они и увидели где он прибывает и прибыли у него день тот было около десятого часа ведь и какая точность так вот иисусом были призваны первые два ученика бывшие до того учениками она крестителя не исключено что одним из них было и будущие евангелисты он даже время отметил он о себе не говорит ведь явно нигде не сказано я он был учеником и она крестителя двое они были видимо с братом и пошли за ним иван где от матфея там вроде бы они не первое там потом позвали да здесь вот он говорит вот так вот андрей брат симона петра был одним из двоих услышавших от иоанна и последующих за ним первым находит он брата своего симона говорит вам и нашли миссию что в переводе значит христос привели привел он его к иисуса взглянул на него иисус сказал ты симон сына и она ты будешь называться кифа что значит в переводе петр камень так что при первой же встрече с симоном сыном иоанна иисус угадал твердость его характера и понял что на него можно положиться во всем он назвал его кифа или петром что в переводе означает камень первые ученики иисуса первые ученики иисуса были простыми абсолютно бесхитростными людьми не обремененными еще раз хочу подчеркнуть не обремененными грузом ветхозаветных писаний но они безусловно имели искреннее сердечное стремление к обретению истины они чувствовали что что-то в их жизни должно состояться что дало бы им возможность вот напитаться той самой истины который ответ дело церковь но в которой она и так не дала им попробовать на другой день захотел он идти в галилею он это спаситель и находит филиппа и говорит ему иисус следуй за мной был же филипп из вифсаиды из города андрея петра находит филипп нафанаила и говорит ему тому отдай того ком написал моисей в законе и пророки мы нашли иисуса сына иосифа из назарета и сказал ему нафанаил из назарета может ли быть что-то доброе говорит ему филипп иди и посмотреть их вот новый ученик иисуса филипп сразу же спешить позвать собою своего знакомого нафанаила у вас бывало такое вы нафанаила звали с собой когда только почувствовали что ой вот я нашел путь сознательного есть вот клюев и сан василий счет читайте вот нафанаилу говорить а нафанаил ладно нафанаила свои заморочки ясно так что не ищите нафанаила но тут-то фанайл оказался нормальным по моему да нет не помнить но сейчас прочитаем посмотрим вот находят филипп нафанаила и говорит ему того ком написал моисей в законе и пророки мы нашли иисуса сына иосифа из назарета она франаил сказал буранец коза заре то может ли быть что-то доброе потому что миссии должны явиться никак не из назарета но согласно ветхому завету они же под веткой завет знаю немножко да ну ему филипп сказал иди и посмотри так вот новый ученик иисус филипп сразу спешит позвать этого самого нафанаила однако восторженное настроение филиппа который пытался ну заочно сразу убедить нафанаила что они нашли миссию предсказанного писания охлаждает скептической фразой может ли быть что-либо доброе из назарета но эти слова нафанаила мог означать либо нудную славу назалет касающиеся его жителей либо что миссии согласно пророчеством ветхозаветным должен быть родом из вифлеема поэтому там перемещали его иисуса в синаптических евангелиях вифлеем чтобы он там радиус иоанн об этом не говорит он никуда не перемещает место его рождения это и вам к сведению евангелие сильно отличается многих ключевых моментов от синаптических он ни единой попытки не делает объявить местом рождения спасителя вифлеем об 3 его нили синаптических там вот все туда ну чтобы исполнился исполнишь пророчество левка завет а так не поверит поэтому я и называю те евангелие ветка заветными а это новозаветный тоже касается непорочного зачатия котором он нигде не упоминает вот не говорит об этом и все не привязывает нас вот к этому и правильно делает увидев иисус нафанаила увидел иисус нафанаила идущего к нему и говорит о нем вот воистину и зале тянин в котором нет притворства говорит ему нафанаила от года ты меня знаешь ответил иисус и сказал ему прежде чем позвал теофилип когда-то был по смаковнице я видел тебя ответил ему нафанаил ураве ты сын божий ты царь израилев ответил иисус и сказал ему от того что я сказал тебе я видел тебя по смаковнице ты веришь увидишь больше этого и говорит ему истина истина говорю вам увидите небо отверстым и ангелов божьих восходящих и нисходящих на сына человеческого так что при первом же взгляде на нафанаил иисус сразу оценивает его искренности безыскусность что он непритворный человек в общем достаточно искреннее скептическое настроение нафанаила относительно личности иисуса его миссии мгновенно рассеивается после краткой беседы с иисусом ибо свет который исходит от сына человеческого от иисуса этот свет безусловно сходил он растворил все сомнения нафанаила относительно мессианство иисуса это стало близко и понятно ему вопросы были сняты и в третий день был брак в кане галилейский и было мать иисуса там был зван также иисус и ученики его на брак и когда не достала вина мать иисуса говорит ему вина у них нет и говорит я иисус что мне и тебе женщина еще не пришел час мой говорит мать его слугам сделайте все что он вам скажет стояли там каменные сосуды для воды числом 6 для очищения иудейских вмещавшие подве или по три меры говорит им иисус наполните сосуды водой и наполнили их доверху и говорит им зачерпните перенесите к распорядителю пира они понесли когда же отведал распорядитель пира воды сделавшийся вином и не знал он откуда но знали слуги черпавшие воду зовет жениха распорядитель пира и говорит ему каждый человек сперва доброе вино ставит и когда опьянеют худшие ты же сохранил доброе вино доселе так положил иисус начало знамением в кане галилейский явил славу свою и уверовали в него ученики его после этого пришел он в капернаум самой мать его и братья его и ученики его и там остались немного дней здесь описывать первое знамение совершенное иисусом по настоятельным уговором своей матери на свадебном перу в кане галилейский превращение воды в вино оно было совершено им дабы прежде всего дача он это сделал не для гостей гостей нашли чем напоить гостям все равно откуда это вино происходит он прежде всего чтобы ученики его уверовали в силу его ибо их пока еще слишком зыбкая переменчивое сознание которое не получило подкрепление в сердце в любой момент может охладеть к новоявленному учителя тут чудо видите ли ну в чудося люди охотно верят охотно ведь тоже незрелое сознание в общем-то этим с легкостью занимаются а для тех кто веселился на свадебном перу и для служителей это событие прошло незамеченным но появился но и появилась кто сделал чего откуда привезли никому до этого дела не было и близко была пасха иудейская и пришел иисус в иерусалим и нашел в храме торгующих валами и овцами и голубями и менял на своих местах и сделал в бич из веревок выгнал из храма всех и овец и валов и у меня рассыпал деньги столы прокинул и продающим голубей сказал возьмите от отсюда не делайте дома отца моего домом торговли вспомнили ученики его что в писании сказано ревность о доме твоем пожрет меня ну это эпизод когда возмущенный духа иисуса не мог спокойно наблюдать как многочисленные паразит торговцы оскверняют дом отца небесного но он просто как от каких насекомых от тараканов от мусора должен был это избавить но хотя бы в этот момент когда он это видел потом опять все наполнится понятно вот но он здесь просто не мог устоять он разгоняет и как назвали двух мух которые мешают чистой трапезе что для духовной трапезе не нужны они тут и торговцы и при этом руководит им отнюдь не банальная злость что он разозлился они такие сики он знает цену людям прекрасно они все такие сики по любому вопросу просто здесь в этом месте но не гоже чтобы все это прибавило когда он сюда пришел потом после него опять все конечно там мерзость запустение будет это другой вопрос он просто спокойно уверен в своей правоте и в своей духовной силе вот в этом эпизоде он отнюдь не злился а то многие в общем то свои вспышки гнева очень просто списывают на изгнание торговцев из храма вы там свои эти самые эгоистические разборки вот духовном не имеющего отношения на это списываете да а тут но все-таки гораздо выше самое у него был повод а поняли меня так что не списывайте свои происки гнева на поступок спасителя в изусалимском храме тогда ответили иудеи и сказали ему какое знамение можешь ты дать нам что властям так поступать ответил иисус и сказал им разрушьте храм этот и я в три дня воздвигну его сказали ему иудеи 46 лет был построен этот храм а ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тело своего когда же он был воздвигнут из метров вспомнили ученики его что он это говорил и поверили писанию и слову которое он сказал вот разгневанные иудеи ставшие свидетелями изгнания торговцев из храма требует от иисуса подтверждения то есть требует подтверждение его полномочий что он так поступил что он откуда инспектировать что ли пришел кто он такой разгоняет тут уже устоявшуюся систему все а он отвечает им словами странными словами разрушьте храм этот и я в три дня воздвигну его они соответственно понимают это буквально и впоследствии когда шел суд над иисусом ему припомнили это слова и обвинили в угрозе разрушить иерусалимский храм это одно из обвинений было что он взорвать хотел я не знаю тогда не было средств таких вот ну что она разрушит намеревался видите как а что касается храма тела то его как же как и дом для молений надлежит держать в абсолютной чистоте ибо это то самое место где в любое время может и должна твориться молитва господу вашем теле вас самих это храм передвижной храм носимый нами везде пока мы здесь на земле мы всегда имеем место для моления всегда а то ох али ах ли храм и разрушена помолиться негде вот все вот беда то какая разрушили ладно значит вы так и не поняли раньше пришел на землю спаситель не строить эти храм он пришел а чтобы вы развели храм воздвигнули в душе своей вот тот духовный храм который разрушить но невозможно ничем не власть его разрушить не смог не списывайте все на происки власти и там на времена нехорошие по отношению к той самой церкви ничего случайного не бывает кармический закон он хочешь не хочешь справедливости убеждаешься на своей собственной жизненной практике всегда так вот бывало и чтоб не то не сумел вовремя ну покоретировать подправить раскаяться увидеть шлепнет и ничего нормально но не больно вернее больно но не сильно буду бить сильно но как там аккуратно но сильно я убедился в своей жизни работаю на пути уши слава богу сколько и 30 ли боже ты ему били аккуратно неоднократно сильно я понял все ну бывает учет не замечаешь нет хорошо аккуратно если мы не понимаем а когда он был в русалиме на пасхе в праздник но и уверовали во имя его виде его знамение которое он творил сам же иисус не вверял себя им от того что он знал всех и потому что не имел нужды чтобы кто свидетельствовал о человеке бы сам знал что было человеке тоже вроде бы непонятно да ну слова хорошие священное писание но хотел чтобы было понятно все таки вот благодаря творимым им знамением в иерусалиме на пасхе иисус был узнаваем многими его узнавали то есть прошел слух вот он чудотворец и более ничего что он там чудеса какие-то творит ему же не было нужды беседовать людьми чтобы судить о них вот ну там так я побеседую знаю насколько ты там это духовно одарен или можно ли мне тебя призвать к себе от его духовного ока ничего не могло быть скрыт он прекрасно видел как говорят насквозь да что собой представляет тот или иной человек был человек из фарисеев имя ему никодим начальник иудейский начальник он пришел к нему ночью и сказала ему рабе мы знаем что ты от бога пришел учителем ибо никто не может творить те знамения которые ты творишь если бог не с ним ответил иисус и сказал ему истина истина говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царство божие говорит ему никодим как может человек родиться будучи стар ответил иисус истина истина говорю тебе если кто не будет рожден от воды и духа не может войти в божие рожденные от плоти есть плоть и рожденные от духа есть дух не удивляйся тому что я сказал тебе нужно чтобы вы родились выше ветер где хочет веет и голос его слыша не знаешь откуда приходит и куда уходит так и каждый рожденный от духа так вот основательно подкованной ветка заветных писаниях тайный ученик иисуса из начальников фарисей никодим безусловно имея в сердце своем искреннюю симпатию к иисусу как к учителю многое из того что он говорит но не понимает хотя бы вроде бы должен понимать но на самом деле ветхозаветное понимание сознание ветхозаветное это как бы старые мехи в которой новое молодое вино выливать уже нельзя понятно наверно ну трудно склеротическому сознанию религиозно ориентированного как теперь переориентироваться понятно он пытается он хочет но просят объяснить как же я могу родиться свыше я уже старый все мне уже пора на финиш иисус терпеливо раскрывает никодиму смысл понятия царство божие прямо отождествляет царство с рождением свыше родишься свыше и попадаешь в это царство сама к духовного рождения через посредство духа и есть обретение царства божьего не царство небесно царство божие это духовное рождение то есть ты на территории божественной души объединился с господа вот она царство божие в тебе она и в нас и вне нас каждой точке пространства мы его в себе должны открыть вот он терпеливо объясняет парисею никодима что рождение свыше и то есть духовное рождение рождение от воды это физическое рождение человека в теле рождение от духа это пробуждение пробуждение души божественной с последующим одухотворением и физической плоти и это самое физическое плоть на следующем этапе уже порождает бессмертное начало вибрационную тонкую структуру которые способны со всем сущим уже объединиться видите как устроено господом все удивительно тонко и интересно таким образом духовное рождение возможно только в условиях пребывания человека в физическом теле здесь на земле в теле только здесь может это рождение состояться неодухотворенная плоть так и останется смертной плотью а при рождении духовном плоть одухотворяется и вот это новая структура вибрационная центре которые наша истинная сущность носитель царства божия вот она действительно дает возможность открыть дорогу в жизнь вечную ответил никодим и сказал ему как может это быть ответил иисус и сказал ему ты учителя израильский и этого не знаешь истина истина говорю тебе что мы знаем о том что говорим и что видели о том свидетельствуем и свидетельство нашего вы не принимаете если я земном сказал вам и вы не верите как поверите если скажу я вам о небесном фарисей никодим будучи умствующим теоретиком оттадоксом никак не может вместить в себя сказанное иисусом о рождении от воды и духа о рождении свыше обобретение царства божьего на земле иисус удивлен этим ну удивлен да наверно все-таки удивлен и полном сомнений вообще поймут ли его люди когда он станет говорить о небесном действительно о том что умом понять невозможно то что действительно через посредство духа может прийти в понимание вот если он будет говорить о воскрешении из мед если он будет говорить о жизни вечной поймут ли его это он пока говорит вроде бы ну о том что доступно и понятно может быть что мол можно еще таскать обрести в себе божественное начало а вот дальше в продолжение он понимает наверное уже здесь что надо ему все-таки искать учеников не обремененных ветхозаветными догмам это с никодимом хоть и интересующимся но дальше интересов которые простирается у него на уровне материальном с ним беседа пойти не может человеческое сознание она слишком отягощена прошлом и употно цепляется за прошлое это факт манин по себе знаете я всегда говорю вам забудьте свою первую любовь смысле каких-то духовных исканий вот вам что-то понравилось вы полностью туда погрузились окунулись вас это вполне устраивает создали свой эгоистический маленький мирок оазис и не трогайте меня у меня все в порядке не скукозь ваться надо не капсулироваться растекаться расползаться вовне по максимуму в конечном счете сконцентрируйтесь здесь а потом этот свет вовне должен идти а то мы пытаемся где-то в эго своем сконцентрироваться найти удобное для себя какую-то ячейку да каждый занимается там по-своему кто-то там духовной работы кто-то собирание марок кто-то симфонической музыкой кто-то еще чем-то понятно откройтесь тогда все вам будет доступно все и те самые интересы которые вы питали к чему-то каком-то дел они во сто крат будут более творческими более вкусными что ли во всей полноте когда это когда делаете главное все остальное прикладывается и никто еще не восходил на небо только с неба сошедший сын человеческий сущий небесах и как моисей вознес змею в пустыне так должен быть вознесен сын человеческий чтобы каждый верующий имел в нем жизнь вечную ибо не послал бог сына в мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него верующие в него не судится неверующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божьего а это есть суд что свет пришел мир и возлюбили люди больше тьму чем свет ибо были лукавы дела их ибо каждый делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету чтобы не были изобличены дела его а творящие истины идут к свету чтобы ли и чтобы были явлены дела его что они в боге эти дела сделаны так вот в этом монологе иисус повествует никодиму и всем нам соответственно всем нам о небесном доверительно раскрывая цель своей земной миссии это выражение должен быть вознесен сын человеческий чтобы каждый верующий имел в нем жизнь но требует ну пояснения церковно-обывательское ну соответственно то есть иждивенческое представление земной миссии с иисуса христа состоит в том что он же своими страданиями и смертью искупил все наши грехи искупил и вознесся к отцу небесному чтобы ходатайствовать она с вами что здесь все на земле в порядке я все проверил всех их надо спасать я все сделал за них они в это поверили самое главное больше ничего делать не надо то есть все верующие в сына божьего который вознесся к отцу небесном уже спасены и имеет все шансы обрести или уже обрели жизнь вечную и считается что подобная вера вполне достаточно для индивидуального спасения но не такой вере говорит иисус речь идет о высшей все определяющие деятельные вере необходимы для того чтобы каждый искренний искатель истина начал серьезную практическую работу по реализации пути иисуса поизацию того что он оставил как руководство к действию по реализации оставленных заповеди нового завета ибо он самый есть этот путь живой примут пути живой пример обретение жизни вечной вера вот только вера пусть самого высокого качества без духовного делания без стяжания духа святого божьего она метла а все говорят вера 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 наш вера не истина вера который гнездится в уме это не то вера эмоциональная вера не то вера когда вера здесь в истинном месте тогда это не вера это даже реальность это да только через посредство духа достигается поэтому вопрос о вере верите вы или не верите знаю то просто не должен так стоять это неправильная постановка вопрос далее ибо не послал бог сына в мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него верующие в него не судится не верующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божьего так вот главной задачей главной задачей земной миссии иисуса не судить мир не судить людей а донести до них путь спасения все вот ради этого он пришел и затем он вновь говорит об определяющей но пока еще предварительной ступени веры которая разделяет людей на две категории верующих и верующих во имя единородного сына божья истинная вера рождается только в духовной работе только в результате практической реализации пути которым идет иисус и наконец иисус говорит иисус говорит о предварительном суде над земным человечеством а фактически ну что такое предварительное суд а фактически он говорит здесь о поляризации в человечестве а разделение на идущих свету и в противоположном направлении он здесь говорит никодиму ясно говорит и судятся все неверующие то есть творящие лукавые дела и делающие злое когда тайные становится явным со временем приход спаситель на нашу землю со времени появления заповеди заповедь нового завета каждому человеку конкретному человеку представлено право выбора сознательно идти к свету или пребывать во тьме и с этих пор каждый конкретный человек несет персональную ответственность перед богом как за свою судьбу ну и так и за судьбу всего человечества так что еще по своей судьбе его будут бить если он и не совсем правильное направление идет и по общечеловеческой программе тоже понятно персональные ответственность строгая с каждого с приходом на землю спасителя спрос каждого персональный что натворили то и получите что она делали в хорошем смысле то и пожнете другого варианта просто нет после этого пришел иисус и ученики его в иудейскую землю и там оставался он с ними и крестил крестил иоанн в яноне без близ салима потому что там было много воды и приходили крестились ибо не было еще вверх над в тюрьму иоанн возник спор учеников иоанна с иудеями по поводу очищения и пришли к иоанна и сказали муравьи тот который был с тобой по ту сторону и отдана которым ты засвидетельствовал вот он крестит и все идут к нему ответила она сказал не может человек брать на себя ничего если не дано ему с неба вы сами мне свидетельствуйте что я сказал я не христос но я послан перед ним имеющий невесту есть жених а друг жениха стоящие внимающие ему радостью радуется голосу жениха эта радость моя теперь полна ему должно расти а мне ему должно расти а мне умоляться свыше приходящий выше всех сущий от земли земной и от земли говорит с неба приходящий выше всех что он видел и слышал о том свидетельствует и свидетельство его никто не принимает принявший его свидетельство печатью своей заверю что бог истин ибо тот кого послал бог говорит слова божие ибо не меру и дает бог духа отец любит сына и все дал в руки его верующий в сына имеет жизнь вечную они покоряющийся сына не увидит жизни и гнев божий пребывает на нем ну в этом фрагменте евангелия то на понятно что иудеи пытаются вызвать у иоанна крестители зависть по отношению к иисусу который крестит тоже где-то крестит там да и все идут к нему однако неожиданно для них вновь свидетельствует свою радость по поводу явления наконец этого долгожданного миссии это радость моя теперь полна говорит он и добавляет что ему должно расти а мне умоляться